Приветствую на канале. В этом видео мы приготовим раствор для защиты стебля огурца у прикорневой зоны. Таким способом мы можем защитить стебель огурца от черной ножки, от прикорневых гнилей и от ряда других болезней, которым подвержен огурец. Сейчас вся зараза идет у нас из грунта, поэтому мы защитим эту зону с помощью данного средства. Для приготовления этого раствора нам понадобится полкилограмма негашеной извести, а также полграмма медного купороса. Как отличить настоящий медный купорос от подделки? Делаем раствор на воде и окунаем чистый гвоздь в медный купорос. Если на нем появляется защитный слой из меди, значит вам повезло и вы купили настоящий медный купорос. Изначально негашеную известь нужно погасить. Для этого обязательно нужно использовать железное ведро, так как при смешивании негашеной извести с водой происходит очень сильный нагрев до 150 градусов. Обязательно зайдите в интернет и прочитайте, как гасить негашеную известь. Следует использовать перчатки, очки, избегать паров при нагреве данной смеси. В общем, там есть ряд условий. Замешать нужно до следующей консистенции. После того, как она остыла, мы разводим медный купорос в небольшом количестве воды и смешиваем эти два компонента. И данным раствором уже можно мазать наши огурцы. Перед тем, как мазать на все огурцы, советую намазать на один. И посмотреть на то, как огурец отреагирует. Если все нормально, значит вы правильно приготовили и раствор можно использовать. Тут я обмазал стебель помидора. Посмотреть, правильно я раствор приготовил или нет. На огурце будет работать следующим образом. То есть у нас есть ствол и у огурца, все вы знаете, он трескается. И когда у вас идет дождь, все патогены попадают в трещины и дальше попадают в ствол огурца. Для этого нам и нужна данная защита. В общем, как-то так. В принципе, на этом у меня и все, друзья. До свидания. И до встречи в новых роликах. Всем спасибо.